Добрый вечер в эфире Вести Карачаева Черкесия. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов провел встречу с делегацией Совета Федерации. С сенаторами обсудили вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона. Основные точки роста, над которыми в дальнейшем предстоит работать органом исполнительной власти республики при поддержке членов Совета Федерации. Прежде всего, это реализация поручений президента России Владимира Путина. Рашид Тимрезов поблагодарил Валентину Матвиенко за решение направить к нам столь представительную делегацию и за постоянное внимание и поддержку республики в решении вопросов, направленных на повышение качества жизни людей. Значимый вклад во взаимодействие Карачаева Черкесии с Советом Федерации вносят и наши сенаторы Ахмад Салпагаров и Крым Казаноков. На протяжении многих лет активно содействуют республики и наш земляк, сенатор Мурат Хапсироков, отметил руководителю республики. Рашид Тимрезов вручил Мурату Хапсирокову высшую государственную награду региона «Орден за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой». Затем состоялось совещание с участием главы республики ИКИ и Комитета Совета Федерации о развитии агропромышленной, социальной, туристической отраслях, а также строительства и ЖКХ республики, провел его первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. Сенаторы и эксперты обсудили пять вопросов. Один из них – расширение использования механизмов системы агро-страхования с господдержкой. Альбина Ламкова продолжит тему. Работали на совещании четыре выездных комитета Совета Федерации. График на обсуждение представленных вопросов был плотный и занял более двух часов. В начале работы глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отметил, что взаимодействие между Советом Федерации и нашей республики тесное. Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин не первый раз приезжает в Карачаево-Черкесию. Знает проблемные вопросы, в решении которых и принимает активное участие. Хотел бы поблагодарить членов Совета Федерации и членов правительства, которые сегодня здесь находятся, и заместителей министров за ту совместную работу, которую сегодня я считаю самой основной. Это наше участие и наша поддержка органов государственной власти, органов законодательной власти по вопросам специальной военной операции. В работу совещания включались и в режиме видеоконференции. Детально рассмотрели не только успехи, но и проблемы. Остановились на развитии инфраструктуры здравоохранения. В частности, необходимости строительства новых больниц психиатрического и инфекционного профилей. Обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры и реализацию программы переселения из аварийного жилфонда. Совет Федерации уделяет значительное внимание развитию АПК страны и систему агро-страхования. Для нашей республики тема актуальна, так как здесь серьезный потенциал для развития сельского хозяйства, отметил глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Уже сейчас республика обеспечивает пятую часть ВВП. «И это 20 процентов, и наша задача – создать максимальные условия для реализации этого потенциала», – сказал Александр Владимирович. Был обозначен ряд приоритетных вопросов в сфере развития АПК региона. Один из них – защита сельскохозяйственных культур от городобития. К сожалению, это природное явление является одним из рисков СКФО и приводит к гипели посевов-посадок, и обесценивает труды и усилия сельхозтоваропроизводителей. По данным Минсельхоза Республики, за последние пять лет городобитие отмечается не менее 15 раз в каждом сезоне. Как надо действовать в таких ситуациях? Какие меры реализуются по развитию агрострахования в нашей стране? И что предпринимает Аграрный комитет Совета Федерации? Рассказал Александр Двойных. Главная работа – это разъяснительность. Хочу в пример привести, конечно же, автострахование, которое вначале получало неоднозначную оценку, сегодня мы видим, что все проблемы урегулирования отношений между автолюбителями в случае ДТП, несчастного случая, они решены. Та же самая аналогия с агрострахованием. Эта мера должна входить в культуру агропроизводства. Мы видим, что регионы, где внедрены методы агрострахования, компании себя чувствуют увереннее. Не бывает таких форс-мажоров. Случай гибели урожая при чрезвычайной ситуации природного характера без агрострахования приводит к серьёзным проблемам. Городобитие – риск. Хорошо известные агростраховщикам. Это третье по значению причина страховых выплат аграриям Северо-Кавказского региона. За последние три года аграриям СКФО перечислено почти 3 миллиарда рублей страховых выплат. Из них почти 128 миллионов рублей приходится на выплаты по убыткам от городобития. Поэтому необходимо выстроить конструктивный диалог между страховщиками и агропредприятиями. Ментально надо менять. Никто не хочет страховаться. Завтра град упал, все приходят дать денег. Культуру отношений, её здесь надо менять. Это работа ваша, это работа глав районов, глав сельских поселений. Национальный союз агростраховщиков предложил Минсельхозу Корчаевой Черкесии создать план по расширению использования механизмов системы агрострахования с господдержкой на ближайшие три года. Лидеры в сельском хозяйстве – те регионы, которые используют меры государственной поддержки. Их объём агрострахования составил 30-40%, отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, добавив, что закон агрострахования с господдержкой постоянно претерпевает изменения. Новая программа отличается сниженной стоимостью и упрощённым ускоренным порядком страховой выплаты. Мы называем программу страхования от рисков чрезвычайной ситуации. Она предельно выгодна для агрария по цене. Она в два, в три, а то и по некоторым культурам и регионам в пять раз дешевле, чем традиционная мультирисковая, то есть базовая программа. И самое главное, она очень проста для агрария при получении страховых выплат. В частности, вот сегодня у нас поднимался вопрос о справках Росгидрометов, Росгидрометов, кто застрахован в программе ЧСС, если у них произошло страховое событие, то никакой справки Росгидромета не нужно. Показатели страхования риска в растеневодство в Российской Федерации выросли за пять лет в шесть раз. Тем не менее, этому направлению ещё предстоит развитие. Охват пассивных площадей составляет пока 10%. Для стимулирования использования страховых инструментов правительством России введено дополнительное стимулирование. Застрахованные хозяйства получают повышенный размер субсидий на погектарную поддержку и на производство и реализацию зерна, а также на литр производимого молока. Ещё в направлении АПК особое внимание уделили на необходимость строительства плодохранилищ и оптово-распределительных центров. Конструктивное совещание позволило обсудить ряд важных вопросов. Они требуют тесного сотрудничества и пристального внимания со стороны федерального центра. Мы все эти вопросы обозначим в итоговом протоколе, доложим председателю Совета Федерации. После 10 дней на доработку протокола с учётом мнения республики и готовить этот протокол и направляем к курирующему Северно-Кавказскому федеральному веку, вице-премьеру Новоку Александру Валентиновичу. Просьба организовать таким образом протоколы подписания, чтобы он был рассмотрен ещё до правительственной комиссии по Северному Кавказу. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. В ходе визита члены Совета Федерации побывали на предприятии «Хаммер». Это один из крупнейших селекционно-семеноводческих центров на юге России. Производимые семена ничем не уступают зарубежным аналогам. На сегодняшний день реализуют семена преимущественно в Ставропольском и Краснодарском краях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, в регионах Поволжья и в Карачаево-Черкесии. С уходом с российского рынка зарубежной продукции спрос на отечественные семена резко возрос. В связи с этим планируют расширить производство, чтобы обеспечить все потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы на сегодняшний день имеем возможность на этих площадках путем расширения некоторых цехов увеличить производство в полтора-два раза. В основном, основной цех у нас, калибровочный цех, он уже рассчитан на более 15 тысяч тонн семян кукурузы в год. Благодаря уже существующей поддержке правительства и регионального месельхоза у нас и получается развитие ежегодно. То есть мы наращиваем темпы производства. Поэтому развитие идет. Представители Совета Федерации и Минздрава России посетили республиканский онкологический диспансер. Председатель Комитета по социальной политике Инна Светенко и заместитель министра здравоохранения России Наталья Хорова посетили медучреждения. Они оценили установленное в отделениях современное оборудование, понаблюдали за работой специалистов, опросили медперсонал и посетителей диспансера. Важно то, чтобы было современное оборудование. Мы сегодня специально прошли не только амбулаторию, но также и посмотрели стационар, где мы с вами сейчас находимся, рядом с реанимационной и с операционной, для того, чтобы посмотреть то оборудование, на котором работают здесь. Здесь работают действительно специалисты высокого класса на очень качественном оборудовании. Поэтому важно, чтобы та помощь, которая оказывается медицинская, она была высококачественной, вне зависимости от того, в какой точке страны мы сегодня находимся. Мы сегодня увидели действительно современный онкологический центр. Центр, который построили, и он направлен на то, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи. Смертность от онкологических заболеваний, мы знаем, занимает второе место в структуре смертности. И то, что делается в этом центре, благодаря замечательному, слаженному коллективу, оно как раз направлено на то, чтобы и увеличить продолжительность жизни, и сокращать смертность. И самое главное, что здесь работают люди, настоящие профессионалы. Они постоянно учатся, они на связи с федеральными центрами, и это радует. В ближайшее время на базе Северокавказской государственной академии будет создан военно-учебный центр. Об уже проделанной для его открытии работе рассказал членом Совета Федерации ректор Академии Руслан Качкаров. Он представил председателю Комитета по обороне и безопасности Виктора Бондареву кандидата на должность руководителя центра, родного брата, героя России, Канамата Баташева, Мурадина Баташева. А также сообщил об имеющихся возможностях для организации процесса подготовки специалистов. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ночью в горах с мокрым снегом, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 8, в горах минус 2, плюс 3, а днём 11-16 градусов тепла и местами до плюс 10. В Черкесске небольшой дождь, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура ночью 5-7, а днём 13-15 градусов тепла. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Сотелла «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8-952-836-47-03. ФСБ и Следственный комитет задержали в Карачаево-Черкесии участника нападения банды Хатаба и Басаева на военнослужащих в Чечне. Преступление было совершено 23 года назад. Тогда погибли 15 военных и 28 были ранены. Задержанного заключили под стражу. Его обвиняют по трем статьям – бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Как подчеркнули в ФСБ, розыск террористов будет продолжен. Сегодня 60 лет со дня образования отмечают органы предварительного следствия. Так, в Следственном управлении МВД по Карачаево-Черкесии в службу несут сотрудники, которые занимаются расследованием уголовных дел, дорожно-транспортных преступлений, преступлений экстремистской направленности, а также в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и преступлений против личности. Ведется деятельность по расследованию экономических и коррупционных преступлений против собственности и в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Всего в 2022 году следственными подразделениями МВД по республике расследовано более 3000 уголовных дел. В Хабизе состоялся фестиваль-конкурс вокальных коллективов школ района с песней по жизни. Он собрал педагогов района, живущих творчеством, наполненных неутомимым позитивом, способных подать пример жизнелюбия молодому поколению. В битве хоров приняли участие более 100 учителей из 11 школ. В двух блоках прозвучали народные и современные эстрадные песни адыгских авторов, а также мировые российские произведения в переводе на черкесский язык. Программа выступления должна была наиболее полно отражать исполнительские возможности творческого коллектива. По итогам конкурса первое место заняли вокалисты хорового коллектива средней школы Хабиза. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Заполярный вальф». Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова